Привет всем! В этом выпуске расскажем про самые посещаемые арены Европы. Обычно у нас выходят другие рейтинги клубов и сборных, но думаю, этот выпуск вам понравится. Ведь совсем недавно на нашем канале вышел подобный выпуск про самые вместительные и самые большие стадионы мира. Итак, многие топовые клубы и их домашние арены не вошли даже в первую двадцатку. А кто же вошел? Вот список топ-100. И еще узнаем, кто же второй сезон удерживает лидерство в Европе по посещаемости. На нашем первом слайде мы видим несколько столбиков названия команд, их места. Вот этот выделенный красным столбик со средней посещаемостью за сезон. А вот тут мы написали максимальную вместимость арен. Про все клубы рассказывать, конечно, не будем. Выборочно пробежимся. Вот клуб серии Аспал показывает хорошую посещаемость. При максимальной вместимости 16 тысяч зрителей игры посещают в среднем 14,5. И наполняемость процентов равна 90. Для Италии это хороший показатель 90%. Российский клуб Ахмат попадает на 94 место в рейтинге. 30 тысяч вместимость и в среднем приходит 15 тысяч на игру. Половина. А вот стадион Самдори Марасси. На этом слайде он самый большой. 36 с лишним. И заполняется он в среднем всего лишь на 43%. Хотя проживает в Генуе 500 тысяч жителей. На 89 место попал российский Урал. Почти 36 тысяч вместимость. И приходит на игру 16,575 человек. Что равно 46 от общей вместимости стадиона. При том, что проживает в Екатеринбурге почти полтора миллиона жителей. Обратите внимание на бельгийский Гент. 85% средняя заполняемость в чемпионате. На 87 строчке рейтинга посещаемости Локомотив. Ход на игры команды 17 тысяч. Что равно 62 от вместимости стадиона. Следующий слайд. Да, хочу сказать, что тут представлены команды только из топ-10 чемпионатов. От Испании до Турции. И представлены только элитные дивизионы этих стран. Итак, испанский Испаньол. 84 место. Как для такого сильного чемпионата посещаемость, конечно, слабовата. Все, стадион бывает заполнен в среднем на 43%. 80 место у турецкого Бышевташа. 18 тысяч болельщиков ходят на игру. Что так же, как и у Испаньола, около 43% от максимальной вместимости. Смотрите, какие умнички проживают в Бёрли. Проживают в городе 73 тысячи жителей. И приходят на игру каждый четвертый. И средняя заполняемость 83%. Но в Англии хорошо заполняется стадион. И про это еще дальше убедимся. Но, кстати, и не только в Англии. Да, на спортивном, раз я уже этого коснулся, был сделан анализ топ-6 европейских лиг. Там мы узнали про самую лучшую лигу по посещаемости. И голам за прошедший тур. Рекомендую. Вот подсказка. 75 место. Бордо. Стадион вмещает 42 тысячи. Это пока самый большой, про который мы узнали. 45% посещаемость. Вот и английский отвар. Тоже хорошо и даже супер. Ведь средняя наполняемость Ирины равна 94%. Это пока что лучший показатель. Стадион на Песчаной улице на 73 строчке. На ЦСКА ходит 21 тысяча. А это 69 от максимума, который может вместить данная арена. На втором слайде есть стадионы уже повнушительнее. Вот видим НСК Олимпийский, на котором играет Динамо Киев. Вмещает стадион 70 тысяч и заполняется на треть. 31%. 68-й Галатасарай. 52 600 вмещает арена. И приходит на нее опять-таки в среднем 22 тысячи, что равно 42%. Нельзя пройти мимо английского Хаддерсфилда. 24 500 всего и 23 872 в среднем. Уже лучше, чем у Отварда 97% заполняемость. А вот у Фрайбурга стадион почти всегда забивается до отказа на 99%. Почти каждый восьмой житель города присутствует на игре. Новые российские стадионы, построенные к чемпионату мира, делают свое дело. И на 61 месте Самара, точнее крылья советов. Средняя заполняемость 53%. Это около 24 тысяч болельщиков присутствуют на играх. Французский Страсбург и бельгийские Брюги почти близнецы. У них одинаковая максимальная вместимость, около 29 тысяч. И почти одинаковая заполняемость на играх, 24-25 тысяч, что равно около 80%. А вот английско-немецкий дуэт Crystal Palace в Вольсбург, превосходная посещаемость этих лиг. А у самих команд стадиона заполняется в среднем на 84 и 98% соответственно. 40-тысячный стадион в Европе уже считается более чем средний. У Сент-Тетьена из Франции есть такой, 42 тысячи и приходит на него 26. 63% заполняемость. У Байера хороший показатель 26-821 на игре, что составляет 88 от максимума. Брайтону не хватает 3000 человек, чтобы был аншлаг на каждой игре. Лестер чем-то похож на Байер, 32 тысячи вмещает эта арена и в среднем она заполняется на 85%. Обратите внимание на Трапзон, 28 тысяч присутствуют на играх. Это лучший показатель на данный момент в турецкой лиге. 68% средняя заполняемость этой команды Трапзон Спор. Да, я тоже думал, что в Турции будет лидировать совсем другой клуб. Еще два немецких клуба Аутсбург и Хофенхайм. Почти у них идентичные ситуации с посещаемостью и вместимостью. И высокие проценты 91. Будет немецкий Лейпциг, 42,5 вместимость арены. И она примет участие в чемпионате Европы 2024 года. На игры Лейпцига приходят столько же зрителей, как и на Хофенхайм и Аутсбург. Но в процентном соотношении они уступают 67%. У английского Волвархэмптона и его стадиона 94% заполняемость на игру. А вот для Ферентины стадион, видимо, немного большой. Хоть и приходит прилично 30 тысяч. Но заполняется стадион не полностью, всего лишь на 63%. Далее видим, что у таких клубов, как Ростов, Наполи и Лацо, в среднем одинаковая посещаемость 30 тысяч. Но в процентном соотношении посещаемость, конечно же, разная. У Ростова 66%. У Наполи половина, 50%. У Лацо 40%. На 41 месте Фортуна Дюссельдорф. Почему же я их выделил? Дело в том, что стадион примет матчи Чемпионата Европы 2024 года. А на данный момент посещают арену 55% от максимальной возможности стадиона. 40-й Краснодар. На игры ходят хорошо. В среднем 30 тысяч, что составляет 88 от общей вместимости. Большая 50-тысячная арена у Лиля. Но не доходят туда около 20 тысяч. Интересно узнать про Севилю и Рамон Санчес Писхуан. 33 тысячи приходят на игры этой команды. 37-й Спартак. Второй по посещаемости клуба России. В среднем приходят на игры 33 тысячи. Стадион заполняется на 73%. У Спортинга также большая 50-тысячная арена. И по посещаемости клуб третий в Португалии. Высокая посещаемость у Эвертона 93%. На игры Нюрнберга, несмотря на результаты команды, приходят более 36 тысяч зрителей. Что составляет 73% от вместимости стадиона. Вот и европейские гиганты. 80 тысяч стадион в Милане. И приходят сюда на игры Милана половина. Хорошая посещаемость у Бетиса. Более 39 тысяч зрителей. 66%. У Ювентуса относительно новый стадион 2011 года. Но клуб его уже перерос. И его 41 тысячу. На игры клуба почти всегда аншлаг 96%. Но это не самый посещаемый стадион Италии. А кто же тогда из итальянских клубов лидер? Скоро узнаем. Терпение, друзья. Также аншлаг и у Челси. Почти на 97% заполняется арена. И не зря владелец клуба хочет ее расширять. На Рому ходит больше, чем на Лацо. И тут мы не открыли Америку. Около 41 тысячи. Что составляет 55%. То есть 45% мест на стадио Олимпика пустуют. Ну и на трибуны Лацо никто из Ромы не заходит. Римский клуб также примет некоторые матчи Евро 2020. А вот вам и Ганновер. Его как раз на Евро 24 не будет. Но посещаемость тут, как и во всей Германии, прилично. 41 тысяча. И на 83,8 заполняется стадион на играх аутсайдера. Потрясающая посещаемость у Вердера. 98% заполняет стадион музыкантов. Стадион в испанском Бельбао также примет игры Евро 2020. Тут вместимость 53 тысячи. Леон показывает третью посещаемость французского чемпионата. Допустим, у Валенсии также хороший показатель 42,800. Что составляет 88 от общего количества мест на Мистали. Похожие ситуации у Атлетика и Марселя. Их стадионы вмещают более 67 тысяч. А приходит на них около 44-45 тысяч. Это около 67%. В США показывают 46 тысяч посещаемость. И, наверное, они уже также переросли в свой Парк Де Пренс. Ну и это лучшая посещаемость во Франции. Лучший клуб. Франкфурт на Мане со своим стадионом в 51,5 тысячу принимает матчи чемпионата Европы 2024 года. Тут играет клуб Айн Тракт. И у него в Бундеслиге лишь седьмой показатель посещаемости. А в нашем рейтинге он 19-й. А вот Зенит в России первый. В среднем 49 тысяч посещают игру. Что составляет 71% от вместимости. Зенит Арена примет матчи чемпионата Европы 2020 года. У четырех клубов из Англии посещаемость на уровне 51 тысячи. Это Вестхэм, это Манчестер Сити, Ливерпуль и Ньюкасл. У Вестхэма самый современный стадион из всех. И открыт он был в 2012 году. И после того, как клуб переехал на Олимпийский, их посещаемость возросла в полтора раза. И вот, несмотря на результаты Ньюкасла, болельщики верят в эту команду. И заполняют стадион почти на 99%. Бенфика самый популярный клуб Португалии и самый посещаемый. Почти 53 тысячи за игру. Лишь 19% мест пустуют. Штутгарт и Гельзер Кирхен также примут матчи Евро 2024. И показывают посещаемость 57 тысяч. Про это, скорее всего, сделаем отдельный выпуск. Следите, не пропустите. Арсенал после того, как уехал со старого Хайбери и тут в груди что-то защемило, также увеличил посещаемость более чем в полтора раза. Интер. Вот кто самый посещаемый в Италии. 58-847 на игре и 73% заполняется Сан-Сиро. Герта на 80% заполняет Олимпийский стадион. И на этой арене также пройдут матчи Евро. У Реала шестой показатель в Европе. Более 64 тысяч приходят на матчи. Это 79% отместимости Сантьяго Бернабео. Тоттенхэм, который играет сейчас на 90-тысячном Уэмблее, и вовсе увеличил свою посещаемость в два раза. Сейчас приходит посмотреть на шпор. В среднем 66 тысяч. 73% заполняемость. Хороший результат. Барса четвертая в Европе. Вот неожиданность. Кто-то наверняка думал, что она в рейтинге первая. Да, друзья, два года назад она была первая по посещаемости. Но теперь ее игры посещают в среднем 70 тысяч. И это 70% заполняемости. Но в Испании она первая. А кто же в первой тройке? Многие уже догадались, что должен быть тут Олд Траффорд. И он лучше в Англии. Если бы я сказал, что Тоттенхэм второй, то и вовсе было бы все ясно. Итак, 71 тысяча. 107 зрителей бывает заглядывают на матчи МЮ. И это 94% от максимальной вместимости. На второй строчке Бавария-Мюнхен и ее Альянс-Арена. 74 тысячи зрителей. Это средний показатель на игре. Это 99% заполняемости стадиона, который также примет матчи Евро 2024 года. Кроме того, стадион ждет испытания на Евро 2020. То есть Альянс-Арена примет участие в турнире два раза подряд. И первое место в рейтинге посещаемости Баруси Д. Почти 77 тысяч болельщиков на игре. При том, что в городе проживает 500 тысяч. В процентном соотношении стадион уступает Баварии. И заполняется на 94,5%. Баруси уже второй сезон удерживает тут лидерство. Так как рейтинг у нас самых посещаемых стадионов, наверняка будет от вас вопрос. А где же Гамбург? Будем честны. Да, средняя посещаемость этого клуба, так же как и у Кёльна, около 50 тысяч за игру. Но в наш топ они не попали, так как играют во второй лиге немецкого футбола. Еще раз скажу, что все цифры берутся в среднем. Где-то на игры приходят больше, где-то меньше. Загляните еще в выпуск про номинатов на золотой мяч от Францфутбола. И смотрите другие выпуски, которые были порекомендованы тут. Оцените это видео, если считаете рассказ потрясающим, с вас лайк. Можете спросить и про клуб, который не вошел в этот рейтинг. Мы вам ответим. Услышимся.